МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир. Добрый вечер. Добрый. И по зуму с нами на связи будет эксперт-центр анализа международных отношений Фаат Чарагов. Фаат Майлов, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые гости, сегодня будем говорить на такую тему. Дело в том, что сегодня глава МИД Российской Федерации провел ряд встреч в Ереване, встречался с официальными лицами, разумеется, были заявления. Если судить по заявлениям, там, в принципе, было очень много того, что касалось непосредственно Азербайджана, касалось региона. И тут даже немножко спорный вопрос, чего там было больше, сугубо армяно-российских отношений или всего того, что касалось Азербайджана. Так что вполне естественно мы будем об этом говорить. Я хотел бы начать с такого момента. Давайте этот вопрос я непосредственно с Мурадмалем и начнем. Мадам, обращайте на себя внимание, отвечая на вопросы по поводу работы Минской группы ОБСЕ, той самой, о которой мы не понимаем вообще, что она собирается делать, понимает ли она тоже вопрос. Но вот о ее деятельности журналисты спросили и так далее, и как все это видится. Господин Лавров, отвечая на этот вопрос, он делал особый акцент на экономику, на открытие коммуникации, логистику. Он говорил, знаете, как я проследил все это о насущных вещах, о жизни людей, о важности вот того, чтобы было бы мир и так далее. И на фоне всего этого, когда он говорил об экономике, о том, что происходит непосредственно на Земле, он даже упрекнул. Он сказал, некоторые наши коллеги пытаются политизировать процесс. В этой связи у меня возникает два вопроса. Кого именно, говоря о том, что они пытаются политизировать, упрекает господин Лавров? И второй, по самому понятию политизировать. Как вы считаете, он имеет, когда он говорит, они пытаются политизировать, он имеет в виду всякого разговора о том, что надо говорить о статусе для армян Карабаха? Он это имеет в виду или что-то другое? Значит, очень интересная, конечно, была пресс-конференция. Многие вопросы затронул господин Лавров. Ну, Лавров, опытный дипломат, и его поездка в Ереван, его встречи и его высказывания о пресс-конференции, конечно же, были интересны для всех, и особенно здесь, в Азербайджане, мы за ним следим. Отвечая на первый ваш вопрос, связанный с политизацией, я бы хотел сказать, скорее всего, это связано с двумя факторами. Первый фактор, это внутренний фактор внутриполитической ситуации в Армении. Это связано все-таки с Зангизурским коридором, Мегринским коридором, потому что в последнее время мы слышим от ряда армянских политиков неоднозначные, иногда порой противоречащие друг другу высказывания. Например, премьер-министр сам же Пашинян во время своей поездки, сначала он заявил, что коридор не будет открыт, но через некоторое время он в ответ на свои же высказывания, совершенно противоположные высказывания, заявил, что, конечно же, мы откроем этот коридор, но он нам нужен в первую очередь и так далее. Второй момент, я все-таки считаю, здесь внешний фактор. Мы видим, что активизировалась Минская группа, особенно Франция. Был телефонный разговор президента Франции с президентом России. Мы видели и слышали заявление Минской группы, кстати, 5-го числа на сайте их заявления. Потом во время телефонного разговора государственная секретарь Соединенных Штатов Америки к нашим президентам тоже был вопрос отмечен Минской группы. Мы понимаем, что некоторые сопредседатели, это Франция и США, хотят воспользоваться этим рычагом для обеспечения своего влияния в регионе. Конечно, я думаю, что российской стороне это не понравится, потому что Россия является основным игроком, и она является гарантом, потому что ее подпись стоит под трехсторонним заявлением от 10 ноября. И в этом контексте, конечно же, Россия будет дипломатично пресекать это. Но что касается тех моментов, которые вы сказали, что Лавров касается больше вопросов, связанных с будущим, это, конечно, прагматический подход. Этот подход и Азербайджан поддерживает, и Турция поддерживает. Конечно, реальные страны, которые думают о будущем региона, их волнует, конечно, в первую очередь открытие коммуникаций, восстановление отношений, развитие экономики, а все другое касается, как вы сказали, так называемых статусов, овцах и так далее, это только моменты, которые вредят именно минному процессу. Фат, хотелось бы ваше мнение по этому поводу узнать, и я хочу просто дополнить одним вопросом. Понимаете как? В условиях, когда уже сейчас Баку категорически отказывается говорить о каком-либо статусе для армян Карабаха. То есть это исключено. Немножко, знаете как, не слишком ли наивно получается полагать, что после того, как коммуникации откроются, экономика наладится, отношения все это... Понимаете, регион будет, по сути, ну как ковер сплетен, будет вообще вот как-то конструктивно поднимать такого рода вопрос. Это же, по сути, будет означать поджечь ситуацию. Да, абсолютно верно. Я согласен с уважаемым Мурат Мелимом. Сейчас предвыборная там обстановка в Армении очень сложная, эмоциональная. Я хотел еще добавить, что все политические силы сейчас в Армении, если мы действительно будем следить, то увидим, что как будто нет других вопросов. Ну это понятно, естественно, кроме этого конфликта. И разные политические силы, мы видим, как эксплуатируют этот вопрос своих. И я думаю, что один из причин, почему Лавров именно в это время посетил регион, чтобы дать в первую очередь тем силам в Армении, чтобы они не зашли далеко в своих высказываниях. И потом азербайджанская сторона четко заявила, что Азербайджан не будет терпеть никаких с армянской стороны какие-то спекуляции или деструктивные заявления. И мы не будем терпеть, и не будем никто нам не может объяснить, что это мы должны понять, что это выборный период Армении. Вот я так думаю. я думаю. Братан, есть такой момент, вы очень вначале отвечая на вопрос, очень четко подметили, что Лавров опытный дипломат. Это особенно разительно выглядит на фоне Ара Ивазяна, который, конечно же, был в своем амплуа, он вжился в роль и продолжает, так сказать, жить в этой роли. Но, так сказать, знаете как, он, в отличие от Лаврова, и говорил о статусе, говорил о том, что вот это очень важно и так далее и тому подобное. Вот нет ли, не получается ли так, по сути, вот возвращаясь вот к этому вопросу, на который Фуан Малем отвечал, да, что сначала экономика, а потом политика. Москва по сути предлагает, ну я грубо, наверное, будет звучать, похоронить вот этот даже разговор о статусе, то есть это месседж Еревану. Стоит рядом Ара Ивазян, говорит о статусе, именно вот политической составляющей, которую Баку не намерит. И стоит рядом господин Лавров, который предлагает тут, скажем, дорожную карту, в итоге которой вообще сложно себе представить, что вообще возможно будет говорить о каком-либо статусе. Дело в том, что, вы правильно сказали, разговор о статусе, он потерял актуальность, и говорить о нем это уже на сегодняшний день просто смешно. Дело в том, что в тот период, когда армянские вооруженные силы оккупировали все наши территории, когда они контролировали эти земли, и на переговорах они были победившей стороной, в тот период минская группа вела переговоры с Азербайджаном, тогда этот вопрос стоял. И тогда Азербайджан не согласился в тех условиях. А сегодня, когда Азербайджан победил, решил эти вопросы, реальность изменилась. То есть тот пакет, который предлагали сопредседатели тогда, их перенести на сегодняшний день невозможно. Реальность изменилась совсем. Это первое. Что касается господина Айвазна, конечно, мягко говоря, это очень удивительный персонаж. Каждый раз он нас радует своими интересными заявлениями. Сомнительная радость, конечно, но все же. Да. Мы помним, как на пресс-конференции в Москве господин Лавров однажды прервал. Видимо, опять он продолжается в том же амплау. Ну и, кстати, он на сегодняшней пресс-конференции заявил о народе Арцаха. Опять эта фраза народ Арцаха. Я не знаю, в Карабахе проживает армяне или там какое-то другое. Это на самом деле, да. Кажется, внутри Армении тоже точно не понимают. Что касается вопроса статуса, который они поднимают, я все-таки считаю, что они рассматривают не как цель, а как средство. Дело в том, что... То есть, они сами даже в него не верят. Конечно, конечно же. Ну, после того, как Азабаджар освободил свою территорию, там осталось пять населенных пунктов. Ну, как можно какой-то статус отдельно давать пяти населенным пунктам? Это первое. Чисто юридически это невозможно, потому что Азербайджан унитарное государство. Чтобы Азербайджан дал какой-то статус, нам нужно провести референдум. То есть, наша конституция это не позволяет. И как вы думаете, граждане Азербайджана на референдуме проголосуют за это? То есть, никаких перспектив здесь нет. Я думаю, что здесь все-таки, во-первых, хочется понравиться коллегам из Франции и США, потому что проталкивая тему статуса, мы даем повод как-то привлечь к этому минскую группу. Потому что, посмотрите, у минской группы никакие уже рычаги не остались в предложениях. Единственное, остается из старого пакета статус, и сейчас они уже вопрос так называемых военнопленных используют. Больше никаких вопросов нету. И ничего нового они не могут предложить. Кстати, я предлагал им хорошую идею о плане маршала. Можно было бы вот с этим пройти в регион. Я думаю, что это бы понравилось Азербайджану и Армении и так далее. Но они опять-таки продолжают свою старую шарманку крутить, статус и так далее. Поэтому я не вижу здесь каких-то перспектив. Ваше мнение по этому поводу хотелось бы узнать. Вот стоит глава МИД России, союзного Армении государства, который говорит, что неуместно политизировать. Он даже фразу сказал, ну как бы весь процесс с ног на голову ставят те, кто политизирует этот вопрос. Давайте говорить об экономике и так далее. А Рай Вазян об этом не говорит. У него своя волна, своя песня. И вот он как бы вы считаете, что он верит в возможность этого? До него этот миссаж доходит, который Лавров озвучил? Мне добавлю, он все-таки выдавил фразу отказе коммуникации. Да, ему сложно было, по лицу читалось. Фат, ваше мнение? Сейчас, главное, думаю, что это не важно, что он верит или не верит. Получится это у них, это не получится. Сейчас главное, чтобы никто их не упрекнул, что вот они этот вопрос во время встречи с Лавровым не подняли. Они должны сейчас показаться больше католиков, чем римские папы. И вот, я думаю, до выборов у них будет риторика вот такая. Поэтому я, честно говоря, от другого, от Араева Азиана, учитываю его предыдущие заявления его характер и персонаж другого не ожидал. Мурадам, есть еще один такой момент, ну, помимо нас, помимо региона, стороны все-таки говорили об армяно-российских отношениях, там, отвечая на вопросы журналистов, ну, журналист был задан вопрос, что вот, как бы, расширение резком взаимоотношения, ну, отношения между этим, потенциал отношений, да? Лавров сказал, что отношения настолько, так сказать, широкие, что резко расширить их не получится. И обращает внимание на себя то, что, как правило, когда задается такой вопрос, особенно дипломаты, они говорят, что потенциал еще не исчерпан, там еще можно расширить, можно то-то сделать, все-то, может быть, это и все риторика, но люди именно так отвечают. Вот я хотел бы в этой связи узнать вашей. Это чисто случайно так получил, что глава МИД России, так сказать, ну, как бы, Москва, она как бы предлагает умерить аппетиты официального Еревана. Или это некий месседж? Я почему это говорю? Потому что, ну, на время последнего визита Николы Пашиняна в Россию, он предложил России строить атомную станцию, да, атомную электростанцию в Армении, ну, это очевидно, что на российские деньги, но атомная станция, это как бы не маленький какой-то объект, это как раз-таки резкое решение. То есть, в этом смысле армяне, так сказать, не совсем согласны с Лавром, по крайней мере, то, что они предлагают, не согласны. Затрагиваю вопрос атомной электростанции. Вы опередили, меня хотел об этом затронуть, потому что во время визита Пашиняна в Москву он поднял невероятный вопрос строительства новой АЭС. Сколько стоит эта АЭС? Это 20 миллиардов. К примеру, приведу, что дело в том, что ситуация на Месомольской АЭС на самом деле очень тяжелая и армянская сторона не может найти средства для проведения ремонтных работ на этой АЭС. Я уже не говорю о строительстве новой атомной электростанции. Поэтому это абсурдное мнение. Видимо, я думаю, что Пашиняна тоже понимает, что перспективы нету строительства. Веры в его глазах не было, когда он говорил. Но что меня забеспокоило? Почему он поднял вопрос строительства новой? Я все-таки думаю, что там на Месомольской АЭС появились новые большие проблемы. И ввиду этого он опережает события и прикрывается другими То есть, если я правильно понимаю, вас удивляет то, что он не поднимает вопрос реконструкции, обновления, а именно хочет новую. Да. Дело в том, что ситуация там с каждым днем все хуже и хуже. Это атомная электростанция давным-давно, еще много лет, лет 10 тому назад на вашей передаче мы это обсуждали, если вы помните. Тогда уже были выработаны все ресурсы. И на сегодняшний день в любой момент там может произойти катастрофа. Я приведу пример в свое время, если об этом даже скрывается. Помните, когда землетрясение было в Спитаке? Дело в том, что армянские представители, которые работают на этой станции, они от страха покинули ее. И российский Минатум был вынужден привести команду скользкой атомной электростанции, чтобы продолжали эту работу. Там часто случались аварии, пожары с кабелями и так далее. Поэтому в этом контексте я даже скажу, ситуация с атомной электростанцией намного сложнее и опаснее, чем даже ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Потому что не дай бог, если там что-то случится, то пострадают там не только Армения, Азербайджан, Грузия, Турция и вплоть до Европы. Кстати, Европейский Союз постоянно требует от Армении закрытия этой станции. Даже готов выделить 200 миллионов, на что Армения не соглашается. Поэтому в этом контексте трудно объяснить все-таки, что думает Пашинян по этому поводу. Что я хотел бы сказать, сегодня после встречи с Лавровым, он сделал заявление, что мне понравилось. Он однозначно, несмотря на то, что предвыборная ситуация, он однозначно заявил, что армянская сторона будет делать все, что возможно для выполнения соглашения от 10-го. Можно ли доверять этим словам? Ну, дело в том, что мы, конечно, не доверяем, как говорит наш президент, мы ведем переговоры, у нас железный кулак всегда рядом. Потому что с такими соседями мы должны работать только в такой области. Дипломатия? Ну, железный кулак должен быть. Поэтому, вы видите, мы постоянно проводим военные учения и так далее. Кстати, вот мне очень понравилась видеокартинка была, когда наши открывали пограничную заставу в Зангелане, господин президент Бултама, и там стояло три автомобиля с комплексами араб. Я посчитал их. Было 27 харапов. Вы представьте себе, на нашей границе, на одной заставе только 27 харапов. Армянские вооруженные силы целиком не имеют даже одного. То есть, мы всегда готовы ответить на любую провокацию. Вместе с тем, конечно же, главная задача это мирные, развитие мирных отношений. Фат, ваше же мнение, опять же, по этому поводу хотелось бы узнать с точки зрения Москва, тем самым, когда он говорит, что все настолько хорошо, я так понимаю, что дальше уже расти некуда. Опять же, как правило, дипломаты говорят о том, что весь потенциал не раскрыт и так далее. То есть, риторика именно на это. То есть, Москва очерчивает такую красную линию, что больше не получите. Это один момент. И второй момент обращает внимание на то, что глава МИД Российской Федерации, говоря, в отличие от Ара Ивазяна, говоря, он не произнес слово военнопленный. Он сказал о неких задержанных, о том, что Москва хочет освобождения и так далее. Видимо, опять же, сказывается опыт и говорил о роли Российской Федерации. Вот я хотел бы опять же узнать ваше мнение. Когда Ара Ивазян так настойчиво говорит, но и не берет пример Славрова, это такое его своеобразное понимание дипломатии. он полагает, что чем больше шума, тем больше результата будет? Ну, этот вопрос с задержанными один из самых болезненных тем сейчас в Армении. и если мы проследим армянские социальные сети, там, СМИ, этот вопрос один из, так можно сказать, рычагов и внутренних факторов внутренней политики. Оппозиция обвиняет правительство, что они не делают достаточно для того, чтобы освободить этих людей. И в том числе мы видим по всему миру, как армянское лобби поднимает этот вопрос и использует это как пропаганда против Азербайджана. Азербайджана. То есть даже если Лавров сказал, что назвал этих людей содержанных, не военно-пленных, я хочу отметить, что предыдущих заявлений господин Лавров определил этих людей не как военно-пленных, дал четкое пояснение, что азербайджанская сторона считает их преступниками, которые были задержаны после 20 которые были арестованы после 10 ноября. Я думаю, что опять-таки в этом контексте, учитывая его политическую ситуацию в армии, Ара Айвазян должен был вот именно вот так преподносить этот вопрос. Я думаю, что после этого они будут в таком русле продать. Вы хотели что-то добавить? Я хотел добавить. Дело в том, что не только министр иностранных дел назвал их задержанными заявление минской группы тоже они отмечаются тоже как задержанные. Это говорит о том, что и минская группа и министр иностранных России приняли наше объяснение ситуации, потому что Азербайджан всегда говорил, что они не военнопленные. Во-первых, во-вторых, я хотел бы отметить, что дело в том, что армянская сторона поднимает этот вопрос, потому что из чисто гуманных целей, соображений этот вопрос легко штудировать в различных международных организациях. Это второй момент. А третий, я хотел бы вспомнить один нюанс. Помните, когда они были задержаны, Министерство обороны Армении отказалось от них. Она сделала заявление, что мы никого не посылали. У нас никого нет. А вот сегодня почему-то все вспомнили о них, о них начали заботиться и так далее. То есть этот единственный метод, который армянская сторона хочет использовать для давления на Азербайджан. Но я думаю, что это неэффективен. Еще один такой момент. Когда была встреча Лаврова, если не ошибаюсь, с никому Пашиняном, там была высказана мысль о том, что Россия привержена обеспечению безопасности Армении как своего союзника. Он сказал об этом. И с учетом комплекса начальных событий, которые произошли в 2020 году и в том числе в контексте России, отношений России и Армении, я хотел бы узнать, насколько вот в этом вопросе, когда Лавров говорит, Россия привержена обеспечению безопасности Армении, в Армении доверяют России, я даже скорее имею в виду общественное мнение. Дело в том, что сегодня была статья про оппозиционную армянскую газету, они, конечно же, обвиняли Айвазяна в том, что он заявил, что безопасность Армении полностью зависит от России и проводили пример 44-дневной войны. Но дело в том, что многие не понимают, и об этом четко высказалось российское руководство тоже. И ОДКБ, и российская сторона являются гарантом Армении, территориальной целостности Армении в тех границах, которые произведены ООН. Но при этом ничего не говорится о территории, на которой находились армянские боевики на территории Азербайджана. То есть 44-дневная война и события, которые произошли на территории Карабаха, ни в коем область не входит в ту компетенцию, которую заявляет российское руководство. Поэтому в этом смысле я считаю, что российская сторона четко показывает свое отношение. Одно дело Армения, одно дело территории Азербайджана, где Азербайджан проводил свои контртеррористические операции. Осталось, чтобы в Армении это поняли. Фадаме будет к вам такой вопрос. В Ереване Лавров обсуждал с Арайвазянами не только вроде как, и вопросы консультации по европейской и евроатлантической тематике. Лавров сам это сказал. В условиях, когда что бы это могло значить на ваш взгляд, в условиях, когда именно в этом направлении Европы и Евроатлантики с ее партнерами, если они все еще можно назвать партнерами для России, у России не все гладко. Есть ли ощущение, что Москва хочет, чтобы Армения вот в направлении и в направлении Европы, и в Евроатлантики тщательнее консультировала с ними свои шаги? Я думаю, что это не просто так консультация. Я думаю, что это но давайте мы признаем, что Армения и Россия они не равны партнерам. То есть мы мы это признаем. Да. Мы это признаем. Осталось, чтобы в деревне это признали. Да. И в этом контексте я думаю, что Лавров давал четкое, можно сказать, указание и какие-то направления, что армянская внешняя политика в будущем должен учитывать новые реалы, новые факторы, которые сейчас мы видим, что отношение России с Западом получаются, новые санкции. То есть раньше Армения, если армянское руководство, если во время Пашиняна, во время Сарксиана, они как-то флиртовали соглашение с Европейским Союзом, то наверное это был какой-то определенный сигнал, что это Армения, то есть отношение Армении с этими силами будет входить в какие-то определенные рамки. То есть Армения не должна пересечь какие-то прекрасные линии, которые Москва поставила для Армении. То есть публично Москва дает понять, что сидеть на двух стульях никак не получит, и она будет регламентировать отношения официального Герибана с Европой и Евроатлантикой. Что вы думаете? Конечно, Москва конечно же дезавалюдно в форме еще раз объяснила Армении, что вы являетесь нашим форпостом, и все ваши заигрывания с Европой и Соединенным Штатам Америки новая администрация в контексте заявления Байдена и все будут пресекаться. Поэтому те гарантии, о которых говорит Россия безопасности Армении, связаны именно с тем, какой курс будет вести правительство Армении. Поэтому в этом смысле после 44-дневной войны армянское руководство, особенно внешней политики, такие важные вопросы как своей связи с США, с Европой, Евросоюзом. Она будет согласовывать с Москвой? Она должна обязана согласовывать с Россией. Без вариантов? Без вариантов. Ну и мы не коснулись этого момента, на самом деле 10-11 мая Газвен Лавров будет в Баку, поэтому его визит в Ереван, потом Баку в целом можно воспринимать как региональный. И с учетом того, что более-менее заявления известны, сложно сказать итоги известны или нет по визиту в Армению. Хотелось бы все-таки узнать ваш ответ. Сначала ваш, потом Фат. Ваше мнение по этому поводу. С чем Лавров приедет в Азербайджан? Что он привезет из Еревана в Баку? Если на самом деле привезет? Я думаю, что в первую очередь он привезет заявление, о котором я сказал, заявление Пашиняна, что армянская сторона готова выполнить все договоренности, отмеченные в заявлении от 10-го ноября. И российская сторона подтверждает это. Это первый важный фактор это открытие Мегринского коридора. Я думаю, что это основной главный фактор. Там будут другие вопросы связанные с работой совместной комиссии, нашей трехсторонней комиссии. По сути, это Зангизурский коридор. Там есть другие нюансы. Я думаю, что все-таки трудно прогнозировать, но российская сторона будет гарантом заявлять свои гарантии о том, что Армения будет выполнять все эти договоренности, потому что здесь нужно рассматривать не только в контексте поездок министров странных дел, буквально на днях, по-моему, сегодня или вчера состоялся телефонный разговор президента Турции с президентом России. И основные вопросы, которые обсуждаются, это были вопросы, связанные с Карабахом и дальнейшим развития ситуации в регионе, восстановительной работы и так далее. Поэтому в общем контексте я все-таки думаю, что главные игроки в карабахском вопросе, как Турция и Россия, поддерживают ту позицию, которую сегодня Азербайджан проводит, то есть восстановительные работы в Карабахе. И мы видим, что Азербайджан уже очень радостное событие, кстати, второй аэропорт заложили наши. В этом конституте я вижу положительные перспективы только решения. Я бы хотел в этой связи вам заключительный вопрос задать. Дело в том, что говоря именно о выполнении трехстороннего заявления, Пашинян не упустил возможности, они любят в присутствии российских чиновников и Сокопастана жаловаться на Азербайджан. И вот он говорит, что Армения готова предпринимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей. В то время Баку своими действиями во многих их срывает. Вы знаете, неразборчивость странной ситуации заключается в том, что они не объясняют, а почему Азербайджану нужно. То есть, они говорят, что мы срываем, но надо как-то объяснить, зачем это нам нужно. Мы вообще-то продвигаем этот проект. А зачем Армении нужно срывать, потому что у нас все-таки диаметрально противоположное ощущение, что именно Армения скрывает эти проекты? Я не знаю, что имел в виду Пашинян заявляет, что Азербайджан срывает. Как вы правильно сказали, Азербайджан сегодня выполняет эту работу. Мы видим, что в Зангизуре у нас идет прокладка автодороги, к Зангизурскому коридору идет работа, начала работа по прокладке автодороги, начала работа по подготовке железнодорожной магистрали. То есть, с нашей стороны все показатели налицо. Мы работаем. Да, работа идет и через определенное время мы уже будем готовы, мы будем уже на границе с Мегри, чтобы продолжить эту деятельность. Что он имел в виду, объяснить, конечно, трудно. Я думаю, все-таки он единственная возможность использовать какой-то шанс через российское руководство что-то как-то надавить на Азербайджан. Они все-таки используют этот момент о так называемых военнопленных. И я думаю, что в этом контексте да, Азербайджан троих освободил, которые не участвовали непосредственно в военных преступлениях. Но это не значит, что те лица, которые там совершали преступление, которые совершили убийство наших граждан, будут также просто освобождены. Нет. Они будут осуждены нашими судебными органами. Будем надеяться, что в Армении это все понимают. Наше эфирное время подошло к концу. К сожалению, второй гость в виду связь оборвалась. Но мы ему тоже выражаем благодарность за его участие. Я напоминаю нашим зрителям все это время непосредственно у нас в студии на наши вопросы отвечал политический образователь Мурат Сададин. Мурат, моим огромное вам спасибо. И вам спасибо. И на наши вопросы также отвечал эксперт-центр анализа международных отношений Фуат Чирагов. Я напоминаю, в эфире телеканала Си-Би-Си была общественная политическая передача Актуальна сегодня. Я ее ведущий, Санан Азайов. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин